Мы станем богаты или нет? Для того, чтобы повысилось благосостояние, нужно повышать зарплаты. А при высоких зарплатах уплата налогов не будет выглядеть столь тяжелым временем. Прошла неделя со старта приемной кампании. Какие новости? В этом году у нас есть архитектура. Прием туда ведется впервые, поэтому прием туда пока за счет внебюджетных средств, то есть там нет пока бюджетных мест. Это биотехнологии, это институт экологии, природопользования. Это направление института информационных систем и технологии, ИТИС. Это обучение с применением инвестиционных технологий на английском языке, то есть программа английского языка. Но в целом, наверное, абитуриентам, как домашнее задание, ознакомиться с планом приема и уже все же посмотреть, как выглядит направление Казанского федерального университета. Наш план приема занимает порядка 30 страниц. Урожай под угрозой. Немножко непонятно, будет ли их хватать, возможно, на экспорт. Но, по крайней мере, нам татарстанца не точно хватит. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Александр Фирсов. 28 июня делегация студентов Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина посетила телеканал Универ-ТВ. Гостям показали съемочные павильоны и рассказали о процессе работы. Телеканал стал одной из первых точек маршрута Казанского федерального университета. Туристическая поездка студентов продлится до 9 июля. Визит проходит в рамках программы молодежного и студенческого туризма Российской Федерации. Депутаты Государственной Думы предложили внести поправки в закон об оплате налогов на заработную плату. Изменения подразумевают послабление для людей, чей месячный доход составляет меньше 30 тысяч рублей. О том, что это за законопроект и как он повлияет на экономику страны и регионов, расскажем в следующем сюжете. 27 июня представители Либеральной Демократической Партии России выступили с инициативой внести поправки в статью 217 Налогового кодекса. А именно перестать облагать налогом работников, чья заработная плата не превышает 30 тысяч рублей. Они считают, что такая мера поддержки поможет повысить уровень жизни малообеспеченных граждан. Однако, по версии экспертов, в подобных изменениях есть свои недостатки. Начать следует с того, что НДФЛ, иными словами, подоходный налог или же налог на доходы физических лиц, предусматривает ежемесячное отчисление от заработной платы. Работодатель платит за сотрудника налоги, забирая из официальной суммы зарплаты 13%. НДФЛ или налог на доходы физических лиц, также часто упоминаемый как подоходный налог, это налог, который взимается с доходов, получаемых гражданами, физическими лицами, в качестве заработной платы, а также с других видов доходов, например, доходов от перепродажи имущества, от инвестиций в ценные бумаги и банковские депозиты и так далее. Не облагаются налогами доходы от пенсии, стипендий и других пособий, субсидий и так далее. Поскольку некоторым гражданам в силу низкого дохода тяжело выплачивать ежемесячные 13% государству, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме и лидер партии Леонид Слуцкий направил законопроект на отзыв правительства. В подобных законодательных инициативах, по мнению экспертов, всегда есть свои положительные и отрицательные стороны. Если рассматривать его с точки зрения жителей Российской Федерации, как утверждает законотворец, подобная мера однозначно приведет к улучшению благосостояния граждан. По мнению либерал-демократов, 30 тысяч рублей является оптимальным порогом для отмены НДФЛ, ведь эту сумму почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда. Поэтому предлагаемая мера поддержки станет действительно ощутимой для малообеспеченного населения. В ЛДПР убеждены, что отмена НДФЛ позволит гражданам увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны. Однако следует понимать, что одной лишь отменой налога на заработную плату финансовое состояние не улучшить. Безусловно, тот, кто получает до 30 тысяч рублей, будет иметь возможность не платить налоги. Естественно, для него это будет послабление, для него это будет плюс. Но на самом деле, для того, чтобы повысилось благосостояние, нужно повышать зарплаты. А при высоких зарплатах уплата налогов не будет выглядеть столь тяжелым бременем. Кроме того, в связи с уменьшением количества поступаемых налоговых средств в казну государства, придется найти новый метод для ее пополнения, чтобы не допустить выпадения бюджетных доходов. Дело в том, что граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей в стране более 20, а то и 30 процентов. А значит, отмена налогообложения для этого пласта населения станет весьма ощутимой для экономики регионов и страны в целом. Идея о том, чтобы отменить НДФЛ для малооплачиваемых граждан, для граждан с низкими доходами, не новая. И она имеет право на существование. Действительно, незачем брать избыточные налоги с малообеспеченных граждан. Можно брать налоги с тех, кто более обеспечен, кто имеет более высокие доходы. Если мы отменяем налоги на малообеспеченных, значит, мы должны повышать налоги для более обеспеченных граждан. То есть, одновременно с отменой налогов для тех, кто получает меньше 30 тысяч рублей, мы должны будем повышать налоги для тех, кто получает больше 30 тысяч рублей. И пока об этом никто не говорит, какая будет предложена ставка налога, непонятно. Малообеспеченных граждан достаточно много. И если не облагать налогами доходы до 30 тысяч рублей, то это приведет к довольно большому, на самом деле, выпадению бюджетных доходов. Исходя из всех преимуществ и недостатков, стоит отметить, что подобная мера может сильно навредить бюджетам регионов России с низким доходом. Экономика же более обеспеченных частей нашей страны может и вовсе не почувствовать никаких существенных улучшений. Елизавета Газизянова, Андрей Багуддинов, Универньюз. Свою активную работу продолжает приемная комиссия Казанского федерального университета. Сколько заявлений уже подано и какие направления пользуются популярностью, ответы на эти вопросы и не только в сюжете Адалины Абдорахмановой. На протяжении уже восьми дней в Казанском федеральном университете работает приемная комиссия. Институты подготовили специалистов приемной комиссии, которые рассказывают абитуриентам о существующих направлениях, а также помогают правильно заполнить необходимые документы для поступления. Казанский федеральный университет является классическим вузом. Мы всегда развиваем наши программы обучения и даже не в рамках открытия новых направлений, а мы модернизируем программы обучения и прием на новые программы обучения. Ежегодно в Казанском федеральном университете открываются новые образовательные программы. Например, в этом году появилось направление архитектуры в Институте дизайна и пространственных искусств. Также новое направление биотехнологии в Институте экологии и природопользования. В Институте информационных технологий и интеллектуальных систем появилась возможность пройти обучение на английском языке. На сегодняшний день в наш институт, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, подано уже порядка двух тысяч заявлений. Это и иностранных студентов, и наших россиян. Что можно сказать про самопопулярное направление? Естественно, реклама и связи с общественностью – одно из самых популярных направлений. Это также телевидение, журналистика. Большой популярностью пользуются и политология. А на сегодняшний день мы имеем открытое новое направление – это организация работы с молодежью, где есть 15 бюджетных мест. Это такое секретное направление, на которое мы также агитируем ребят. В этом году в Казанском университете около 7 тысяч бюджетных мест на разные ступени высшего образования – бакалавриат, специалитет и магистратура. Распределяются бюджетные места, исходя из контрольных цифр приема. Для поступления в КФУ по результатам единого государственного экзамена необходимо подать документы до 25 июля. Если абитуриент планирует параллельно сдавать внутренний экзамен, то заявление необходимо подать до 15 июля. Что касается оригинала документа, то его можно подать до 3 августа включительно. Абитуриенты должны новшества оценить уже в процессе обучения. Абитуриент может подать документы помимо очного приема, посещения очного пространства, через систему «Буду студентом» – это система ВУЗа и через портал государственных услуг. Я выбрал институт КФУ, поступаю на направление юриспруденции, посмотрим дальше как будет. Я подаю документы на экономику. Я решила поступать в КФУ, институт управления экономики и финансов, на государственное муниципальное управление, на финансы и кредиты, что-то такое. Я рассматриваю творческие направления, архитектуру, дизайн, а также юриспруденцию. Продолжается прием и в магистратуру. В мае прошла первая волна вступительных испытаний. Вторая волна приходится на конец июля. Для поступления в магистратуру оригинал диплома не требуется. Главное – успеть предоставить оригинал диплома до окончания срока приема документов. Абитуриенты могут подать документы, выбрать направление, сдать экзамены и уже участвовать в конкурсе на бюджет направлений в августе. Экзамены будут начинаться раньше. Конечная дата подачи заявлений у нас 8 августа, но до этого серия вступительных испытаний начинается уже в июле. Для того, чтобы процесс поступления прошел комфортно, абитуриентам необходимо ознакомиться с планом приема, который можно найти на сайте приемной комиссии. Также все вопросы можно задать по телефону. Заморозки, засуха и град погодные условия в республике Татарстан ударили по урожайности пшеницы. Подробность расскажет наш корреспондент. В этом году в республику Татарстан весна пришла гораздо раньше, чем планировалось. Аномально теплая погода чередовалась с обильными осадками. Еще в конце мая эксперты прогнозировали хорошую урожайность. Норма осадков была выполнена. Однако с наступлением лета ситуация изменилась. Июнь оказался совсем не обеспечен осадками. К сегодняшнему дню выпало всего 8 мм осадков при норме в 60 мм. Притом 8 мм это в Казани. Говоря о восточных районах республики, стоит отметить, что там в некоторых районах не выпало ни одного мм осадков, что является таким ограничивающим фактором. Эксперты подчеркивают. Конечно, в Татарстане очень плодородная почва. Но на урожайность главным образом влияют тепло и влагообеспеченность мая и июня. Даже если в июле и августе норма по осадкам будет перевыполнена, ситуацию это никак не спасет. Что касается заморозков, они для середины июня не характерны точно так же, как и засуха. Последние заморозки специалисты зафиксировали 15 июня. Пока что, наверное, это не прям так критично, потому что есть еще время и часть урожая все-таки восполнится. Но, тем не менее, если погода продолжит быть такой же временами холодной и временами довольно-таки сухой, то мы можем получить снижение урожая. Ну, говорят, что примерно даже два раза может быть. Спасти ситуацию, по словам экспертов, могут не только осадки, но и искусственное орошение. Первое, человеку не под силу. А второе, придется очень даже кстати. Человечество не может в корне поменять ситуацию, однако человечество может адаптироваться, то есть разработать меры адаптации. Таким образом, в нашей зоне рискованного земледелия можно адаптироваться методом различных агромероприятий. И, например, искусственное орошение и так далее, для того, чтобы минимизировать негативные проявления вот таких погодных процессов. И хотя в некоторых регионах республики обстановка особенно тяжелая, специалисты призывают не паниковать. Пшеницы хватит, по крайней мере, для жителей Татарстана. Немножко непонятно, будет ли хватать, возможно, на экспорт. Но, по крайней мере, нам, татарстанцам, точно хватит. Достаточно количества урожая будет. И, скорее всего, подорожание цен на хлеб пекарный и на другие культуры не будет. Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни республику ждет настоящая жара. Также, начиная с выходных и до конца следующей недели, ожидаются обильные осадки. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Неспроста говорят, что среда – это маленькая пятница. Этот день отдаляет нас от начала, как правило, тяжелой рабочей недели и приближает к плавно крадущимся выходным. Прямо сейчас окунемся в культурную жизнь Казани и определимся с планами на вечер. 29 июня во дворе музея-заповедника «Казанский Кремль» артисты Казанского государственного татарского тюза имени Кореева покажут поэтическо-хореографический перформанс «Многоликий тукай». Артисты расскажут зрителям о нелегкой судьбе писателя, его стойкости и ранимости, мужестве и поэтичности. Вход свободный. Рекомендуется к посещению необычная выставка московского художника Даниила Кудряшова «Пацаны вечность», где автор делится своим взглядом на мир. В своем творчестве он обыгрывает популярные культурные мемы. Многие из его работ уже стали хитами в интернете. Тема гопников, к которой часто обращается Кудряшов, очень художественна. Сам автор признается, что постоянно пребывает в поиске ответа на вопрос, в чем заключается особая русская идея и миссия. Найдем ответы вместе в галерее современного искусства «Бизон». С наступлением тепла в парках и скверах Казани проводятся бесплатные занятия йогой под открытым небом, которые смогут посетить все желающие, независимо от уровня подготовки. Горькинско-Метьевский лес, парк Комсомолец, набережное озеро Кабан и парк Черное озеро открывают свои двери навстречу медитации и внутреннему расслаблению. Все, что необходимо иметь с собой, это коврики и хорошее настроение с утра. В ночь с 1 по 2 июля в Казани пройдет ночной велофест. Участников ждут экскурсии, развлекательные программы на старте и финише, а также конкурсы и подарки. Покататься по ночному городу смогут все желающие. Начало в 20.00 на площадке у деревни Универсиады. Финиш в экстрим-парке Урам. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok